Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про биткоин и шиба ину. Биткоин делает абсолютно то, о чем мы говорили еще 22 октября. Шиба ину же поражает некоторой анчейн метрикой, которая кстати платная. Для того, чтобы ее увидеть, я плачу свои деньги, поэтому извини, ссылку на нее скинуть не получится. Но я обязательно буду освещать ее, когда там будут происходить важные события. Это очень важно, если ты держишь шиба ину, поэтому обязательно подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И быть в курсе обновлений первым. Таймкоды, как обычно, в описании, и мы начнем как только ты поставишь лайк. В последние дни мы с тобой просто разрываем ютуб, и мне это очень-очень нравится. Спасибо за такую дикую поддержку. Итак, неделю назад я выкладывал этот анализ биткоина, в котором заметил схожесть движения биткоина сегодня и в начале года. По-быстрому напомню, о чем мы тогда говорили. В прошлый раз, после вот этого большого роста, цена биткоина откорректировалась до уровня 0.5 по Фибоначчи. Отскочила от него и отросла до уровня 1.414 по Фибоначчи. Почти достигла его, и после этого уже началась очередная коррекция. Давай посмотрим, что происходит прямо сейчас. Цена биткоина после вот этого роста начала корректироваться, следуя фигуре голова и плеча, о которой мы говорили вчера. Однако, из показателей RSI это движение могло оказаться фальшивым, как мы вчера и говорили. Могло, потому что оно все еще на столе. Как мы помним, в прошлый раз коррекция достигла уровня 0.5 по Фибоначчи. На этот раз мы еще не достигли этого уровня. Мы лишь приблизились к уровню 0.382 по Фибоначчи. Похоже, что потенциал движения вниз у биткоина все еще есть. До этого уровня 0.5 по Фибоначчи. Но, хорошая в новость в том, что если эта коррекция уже закончена или будет закончена на уровне 0.5 по Фибоначчи, нас ожидает поход вверх. По аналогии с этим движением до уровня 1.414 по Фибоначчи. На данный момент этот уровень находится на отметке около 78 633 долларов. Однако, как мы видим, тогда мы немножко не доросли до этого уровня, поэтому на это нужно сделать скидку. И, возможно, эта отметка будет немножко ниже, чем 78 633 доллара. Также мы видим, что после того, как биткоин сегодня немножко отрос, он снова вернулся выше этой линии шеи. Что это за линия шеи такая? Если ты подписан на мой канал и смотришь мои видео, ты вспомнишь о том, что мы говорили про теорию базисных точек. Джесси Ливермора. Это линия шеи, а это две вершины. Как мы видим, после того, как цена биткоина достигает линии шеи, она двигается вокруг нее пилообразным движением. Что ж, это и происходит. Мы достигли этой линии шеи и двигаемся вокруг нее пилообразным движением. В случае, если эта линия шеи останется поддержкой, нас ожидает продолжение роста, вплоть до этой новой цели. Так что сейчас все выглядит довольно неплохо для биткоина. Максимальное падение, которое я могу ожидать в ближайшее время, это опять же до уровня 0.5 по Фибоначчи, по аналогии с этой коррекцией вот здесь. А это около 53 455 долларов. После того, как мы, возможно, достигнем этой цели, нас будет ожидать поход вверх до уровня 1.414 по Фибоначчи. А это около 78 тысяч долларов. Вчера мы с тобой уже рассматривали вот это сравнение двух циклов 2017 и 2021. Но мы обсудили это лишь поверхностно. Сегодня я хочу углубиться больше в эти графики. Я хочу отметить то, что совпадают не только движения, но даже цифры. Только сейчас они в 10 раз больше. Если тогда биткоин крутился около 6 тысяч долларов, то сейчас около 60 тысяч. Мы видим, что в 2021 году после той самой массивной коррекции от 65 до 30 тысяч долларов, биткоин нашел свое дно 20 июля и отскочил от уровня 1.272 по Фибоначчи. Что же было в 2017? После массивной коррекции тогда биткоин также нашел свое дно 15 июля, почти 20, как в этом году, и отскочил от уровня 1.272 по Фибоначчи. Но и это еще не все. В 2017 году сентябрь оказался таким же красным, как и в 2021. 30 сентября 2021 мы достигли дна этой новой коррекции в сентябре и отскочили от него. В 2017 году это произошло 23 сентября. Почти совпад... даты почти совпали. В октябре и тогда и сегодня появился паттерн голова и плечи в конце октября. Когда это случилось в 2017, цена болталась около 6 тысяч долларов. В 2021 около 60 тысяч долларов. Забавное совпадение, не так ли? Что же произошло в 2017 году в ноябре? А вот что произошло. Продолжение роста. Ну разве это не выносит мозги? Фантастическое совпадение. Если это повторится и в этом ноябре, это будет булра, на котором будут говорить еще долго. Коин Телеграф опубликовал нечто похожее. Они искали совпадение с 2017 годом немного по-своему. Но мы видим, что откаты и отскоки и тогда и сегодня происходят как по шаблону. По их анализу нас ожидает небольшой поход вверх, затем коррекция и продолжение роста в ноябре. Еще в августе мы говорили о том, что сентябрь будет красным месяцем для биткоина, а вот октябрь и ноябрь исторически были зелеными. Что ж, сентябрь и оказался красным, а октябрь оказался зеленым. Теперь ожидаем ноябрь. Тем более, что под конец этого месяца, уже в пятницу, истекает срок опционов на биткоин на сумму 3,2 миллиарда долларов. Обычно перед этим биткоин падает, но после, традиционно, случаются большие движения вверх. И это все как раз совпадает с завершением октября и началом ноября. Кстати, президент Сальвадора использовал эту просадку для того, чтобы купить биткоин. Теперь Сальвадор добавил еще 420 новых биткоинов на свой баланс. Как только все начинает расти, люди спрашивают, когда же покупать. Много раз уже говорил, что мы покупаем красное, а продаем зеленое. Мы говорили о том, что биткоин фьючерс ETF, которые сейчас принимаются в Штатах, это неплохо. Но это не настоящий биткоин ETF, который должен быть обеспечен физическим биткоином. А вот настоящий, возможно, будет запущен уже через 9 месяцев. Об этом нам говорит Грейскейл. Они ожидают запуск спотового биткоин ETF в июле 2022. Если это так, то выходит, что в июле 2022 мы еще не увидим никакого медвежьего рынка для биткоина. Теперь я хочу поговорить про Shiba Inu. Меня только сегодня осенило, что это до сих пор ERC20 токен. Они ведь еще не перешли на свой собственный блокчейн. А значит, мы до сих пор можем использовать инструменты, которые позволяют отслеживать анчейн-метрику для эфириума и токенов на его блокчейне. Но сначала я хочу показать тебе этот кошелек. Это второй по размеру кошелек Shiba Inu, после того самого, на который Виталик Бутерин отправил около половины всего предложения Shiba. Как этот кошелек стал вторым по размеру в долларовом эквиваленте? Он купил Shiba Inu в августе прошлого года практически сразу же после ее запуска на 8000 долларов всего лишь. Спустя 400 дней эти 8000 долларов превратились в 5,7 миллиарда долларов. Миллиарда долларов. Чуть больше года и человек превратился в миллиардера, начиная с суммы всего лишь 8000 долларов. И самое забавное, что этот кошелек до сих пор продолжает покупать. Меня просто поразила сама ситуация, как человек стал мультимиллиардером чуть больше, чем за год, вложив всего лишь 8000 долларов. Я думаю, это самая великолепная инвестиция, когда-либо сделанная обычным розничным инвестором в истории человечества за такой короткий период времени. Ажиотаж вокруг Shiba Inu настолько большой, что Coinbase не может с ним справиться. Клиенты их платформы испытывают трудности в пользовании, некоторые даже зайти на биржу не могут. Что ж, теперь к той самой метрике Shiba Inu, о которой мы говорили еще в начале этого видео. Я думаю, что именно ради этой метрики ты сейчас и досмотрел до самого конца. Вчера я говорил, что если ты хочешь купить Shiba Inu прямо сейчас, будь очень осторожен. Обычно такие огромные пампы заканчиваются не менее большими дампами, просто потому что холдеры, получившие большие прибыли, стремятся их зафиксировать. Да, после грядущего дампа цена может оказаться все еще выше, чем до пампа вот здесь. Но лучше же купить именно после дампа, а не на пампе, уменьшая свои риски. Например, если сейчас Shiba упадет на 50% с пика, она все равно будет выше, чем до начала этого пампа. Кстати, этот уровень действительно имеет какой-то смысл, ведь здесь он выступал в качестве сопротивления, а здесь уже в качестве поддержки. Поэтому протестировать его на поддержку было бы очень-очень неплохо. Если что, этот уровень находится на цене 0, куча нулей, 44,68. Далее, этот рост Shiba Inu, что-то невероятное, даже для криптовалюты. За 4 года, что я активно работаю в крипте, я не видывал такого. Даже пампы XRP в свое время, Cardano, Tron, Dogicoin тот же, выглядят намного скромнее. Самое интересное, что это может продолжиться. Об этом говорит та самая on-chain метрика, но я все равно предупреждаю, лучше не поддаваться синдрому упущенной выгоды. Если ты получил из этого прибыль, фиксируй частично на росте, покупай на падении, выведи то, что ты вложил за счет прибыли. Если ты выведешь то, что ты вложил, ты уменьшишь свои риски до нуля. А теперь, та самая метрика для Shiba Inu. Посмотри на нее, посмотри на нее, она поразила меня до глубины души. Несмотря на такой дикий памп, который мы видели, этот график говорит нам о том, что немногие инвесторы в Shiba Inu готовы продавать даже сейчас. Это балансы Shiba Inu на биржах. Оранжевый график – это вводы на биржу, а бирюзовый – это выводы с биржи. Синяя диаграмма – итоговый баланс на бирже за сутки. Если синяя диаграмма находится выше нуля, значит на биржу по итогам дня было отправлено больше, чем выведено. А обычно это предзнаменует собой падение цены. Обрати внимание на 5 и 6 октября. Итоговые балансы бирж уменьшились на 7 и 8 триллионов монет Shiba. Вот этот момент на графике, на который я указал красной стрелкой. Вот. Такое уменьшение балансов на биржах привело к шоку предложения Shiba Inu. И даже при остающемся спросе рост неизбежен. А если спрос при этом еще и растет, этот рост цены просто взрывной. Мы его и видели вот здесь. Вот этот рост цены, который был спровоцирован дефицитом Shiba Inu на биржах. Посмотри, что происходит 24, 25, 26 и 27 октября. Мы наблюдаем увеличение количества Shiba Inu, которые отправляют на биржи. Вот этот оранжевый график. Это значит, что холдеры таки решили фиксировать свои прибыли. Но при этом мы видим также и рекордные выводы Shiba Inu с балансов бирж. Вот этот бирюзовый график. В итоге каждый день балансы бирж уменьшаются на около 1-2 триллионов монет. Даже несмотря на то, что количество продавцов растет. Ведь количество покупателей растет еще быстрее. Нечто похожее я видел на Axie Infinity. Вот эта метрика для Axie Infinity. Обрати свое внимание на 1 и 4 октября. Мы видим такой же дефицит балансов на биржах для Axie Infinity. И вот что произошло с ценой. Вот 1 октября мы видели вот такое движение цены вверх. И вот 4 октября мы видели еще одно движение вверх. Теперь отметим 15 октября 2021 года. Мы видим, что балансы Axie на биржах сильно выросли. Это значит, что люди отправляли Axie на биржи. А зачем они это делали? Для того, чтобы их продать. Зафиксировать свои прибыли. И вот к чему это привело. К падению Axie. Хотя даже после этого падения цена все равно осталась выше, чем до пампа. Теперь же цена Axie находится в боковике, потому что количество Axie на биржах то растет, то падает, но незначительно. Поэтому остается в пределах одной цифры. Исходя из этой метрики, мы видим, что у Shiba Inu все еще есть возможность для роста. Как ни странно. Это меня реально удивляет, потому что после таких пампов я привык обычно видеть резкие падения. Однако, как только здесь мы увидим что-то похожее на вот это, это будет большим сигналом к тому, что нас ожидает большой дамп на Shiba Inu. К сожалению, ссылку на отслеживание этой метрики я дать не смогу, потому что она платная. Я плачу за нее деньги, чтобы ее видеть. И каждому, кто ее хочет увидеть, придется платить деньги. Но не мне, а тому, кто владеет этой метрикой. Не хочу называть название, чтобы это не звучало как реклама. Но на этом канале, на моем канале, я обязательно выпущу предупреждение всем холдерам Shiba Inu, когда это случится. Поэтому, чтобы не пропустить его, чтобы быть впереди толпы, чтобы увидеть первым это предупреждение до того, как его увидят как минимум 50 тысяч человек, не забудь подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать все уведомления. Так ты никогда не пропустишь новые обновления по тому, что тебя интересует. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok